Приветствую вас! Ну вот, вы спрашиваете по поводу того, что это было для поведения вашего мужчины, либо доминирования, либо собственничества. Вы знаете, чувство собственничества в вашем контексте, наверное, неупотребимо. Потому что все-таки собственничество – это когда человек уже непосредственно владеет чем-то. Итак, вами, мужчины, если я правильно понял, не владеют еще. То есть вы не в отношениях, вы не вместе, как я понял. И, соответственно, чувство собственничества здесь вряд ли присутствует. По всем признакам, помимо того, что вам уже сказали мои коллеги, я, вот, чтобы не повторяться, хотел бы сказать, что по всем признакам – это доминирование, это желание показать, что мужчина чувствует себя сильнее вас, это желание показать, что он полностью контролирует ситуацию, и, значит, желание показать, что все будет так, как он хочет. Подобное поведение связано с подспутным страхом того, что все пойдет не так. Мужчина боится, что вы выскользнете из его, например, пределов, из его области воздействия. Мужчина боится, что вы отдалитесь от него. Мужчина не хочет вас потерять. Ну и, кроме того, что если есть сексуально заинтересованность, то все здесь понятно. Мужчина хочет вами овладеть сексуально. И момент здесь заключается именно в том, что вот подобным поведением доказывает, что у вас как бы нет выбора. То есть он, по сути, не оставляет вам выбора. И надо сказать, что это очень эгоистичная позиция мужчины. То есть мужчина думает о себе и не думает о вас. Вас он воспринимает именно и только как объект воздействия. То есть, как вот вам сказала эксперт-лигия в своем ответе, мне кажется, это очень правильный ответ, что мужчина нарушил ваши личные границы. Я не буду говорить насчет агрессии, ничего. Но мужчина нарушил ваши личные границы. Мужчина явно в них вторгся. И явно он не имел на это права вторгаться в ваши личные границы. И, соответственно, я хочу, чтобы вы просто поняли в тот момент, что человек думает в этом контексте, ну, в данном случае думает человек о себе только. То есть он не думает о вас как таковой. Да, вы ему интересны, может быть, как сексуальный объект. Да, вы ему важны как сексуальный объект. Это да. Но, к сожалению, больше его мало что интересует в вашем контексте. И если такой мужчина получит вас в качестве, вот, сексуального объекта, овладеет вас, добьется вас, переспит с вами, то я не говорю о том, что он потеряет к вам интерес. Безусловно. Речь идет немножечко не об этом. Не о том, что он потеряет к вам интерес. Речь идет, скорее, о том, что он будет воспринимать вас вот именно только так. То есть как женщину, которую он, например, завоевал, женщину, которой он, например, женщину, которой он овладел. И, в принципе, наверное, на этом все. То есть вот я хотел бы, чтобы вы этот аспект постарались для себя как можно лучше понять. Потому что он, этот аспект действительно очень-очень важен. Если мы с вами говорим об отношении мужчины к вам, то оно, это отношение мужчины к вам довольно-таки вот такое. Больше предметных, больше объектных. И очень часто, к сожалению, подобные отношения говорят о том, что мужчина не испытывает именно к вам любви, любви, не испытывает к вам именно любовь. То есть он испытывает, может быть, что-то другое, но не любовь. Любви здесь, к сожалению, к сожалению, как таковой, пока нет. Но она, может быть, появится позже, если вы будете вместе. Она, может быть, будет позже. Но такой мужчина, скорее всего, любовь воспринимает как некую слабость. И даже если он будет к вам что-то чувствовать, то потребуется определенное усилие для того, чтобы он в этом, например, признался. Чтобы он признался в том, что вас, например, любят. Вот. То есть, для чего я все это говорю? Может быть, вам само все это нравится? Может быть, вас само все это устраивает? Это остается только гадать. Я хотел бы, чтобы вы просто понимали, что на данный момент ситуация складывается так, что у вас не серьезные в контексте личностных отношения. У вас, скорее, отношения вот такие, знаете, больше, как, например, больше игра. Отношения больше игра. И опять же, опять же, я хочу, чтобы вы меня здесь правильно поняли. Я хочу, чтобы вы меня здесь правильно поняли. Вот в чем. Я не говорю, что это плохо. Я просто хочу, чтобы вы увидели, как обстоят дела. Очень хорошо. Поэтому надеюсь, что вам свою мысль я смог донести. Итак, еще раз. Это доминирование. Мужчина над вами доминирует. В данном случае конкретном. И мужчина пытается показать вам, что он во всех отношениях вас превосходит, во всех отношениях вы ему подчиняетесь. То есть вы, как бы, он надеется вас сломить. Вот. И что это, либо это чисто сексуальное желание, либо это некое другое. Мы, к сожалению, не знаем. Вот. Но, тем не менее. Тем не менее. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы дополнительные остались, пишите в личку, я вам помогу. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.